всем доброе утро с вами олива на моем канале сегодня 23 февраля я только что припарковалась перед магазином я не хочу выходить на улицу потому что у нас минус 14 очень холодно машина уже прогрелась плюс у меня сиденье с подогревом не так хорошо а мне надо сейчас идти открываться и ну и само собой в магазине вы же знаете у меня тоже холодно яночку завезла в школу тоже знаете обидно когда мне на работу а и ко второму уроку потому что получается что я завожу к первому не ко второму и целый урок просто ходить по школе в общем сегодня она будет просто гулять по школе потому что у меня сегодня рабочий день ну когда мариночка открывает магазин то спокойно я я но отвожу тогда во сколько ей надо что еще вам сказать утром даже видео вам успела выгрузить за вчерашний день но сегодня я работаю буду снимать влог буду заниматься своим телеграм-каналом буду заниматься своим магазином и также у меня с собой как всегда клумки с этими вещами с гипсовыми до изделиями вот которые тоже надо доработать и уже надо начинать покрывать их лаком потому что там достаточно уже нет много кашпо получилось надо уже будет в них свечи заливать в общем планов как всегда грандиозное количество но это и радует потому что все все в удовольствии я вам вчера об этом говорила ладно пойдемте пойду открываться побегу вот и все там порядочек в холодильнике времени сейчас 9 часов 10 минут я уже посидела за компьютером все свои вопросы которые мне необходимо было по моему бизнесу да я решила и вот достала штатив буду сейчас устанавливать телефон и начну снимать для телеграм-канала новые уроки которые мы сегодня обсудим тела вам сказать что я очень довольна этим штативом это вы помните мне на день рождения дима с яны подарили два штатива один у меня дома который с эффектом слежения кстати тоже надо будет брать его с собой тоже я думаю для влога будет интересно ну а вот для таких видео как я снимаю сейчас для телеграм-канала этот штатив вообще идеальный телефон крепится и вот формате как видео для ютуба и формате когда для instagram например я вертикальное видео снимаю также я довольна микрофоном единственное что забавно смотрится на видео что он прямо у меня практически вот вот на уровне моего рта хотелось бы чуть-чуть подальше но я вижу что к сожалению его расстояние до охват для того чтобы хорошо взять звук что было все красиво маловато возможно я поищу похожего рода микрофон но другого производителя потому что этот я взяла на вал берез посмотрела по отзывам отзывы были хорошие но это там по-моему китай потому что все вся коробочка с иерогрифами если кому интересно могу вам показать и оставить ссылочку единственное что он подходит только для айфонов хотя на вал березе можно поискать такие же микрофоны и для телефонов с системой android да ну там почему важно различать потому что подключается вот второй блок до который подсоединяется к телефону в зарядное устройство для телефона вот в эту нишу как вы знаете у айфона и у андроида разное да вот это вот зарядное устройство вот это вот гнездо вспомнила как это называется гнездо и так сегодня у меня планы какие как можно больше поснимать для телеграм-канала также поработать благо вчера мариночка тут все расставила почистила все сделала в магазине поэтому с холодильником не сегодня работать не надо я смогу просто встречать покупателей если будут какие-то букеты делать букеты есть также здесь готовы и соответственно возможно не надо будет мне делать же хочу немножечко поработать с гипсом я вам уже об этом говорила о чем я еще хотела с вами поговорить как бы это будет продолжение темы которые я начала вчера на тему любит то что ты делаешь да вот как делать много но при этом не уставать при этом чувствовать себя счастливым и вот самое главное что я вам пыталась донести то что когда ты делаешь все по отклику а через желание вы совсем по-другому воспринимаете и работу и вам легче планировать сферы своей жизни вы действительно больше начинаете наполняться энергии чем ее сливать потому что да так или иначе когда мы с вами делаем исключительно то что надо то что мы должны должны да знаете это мое самое нелюбимое слово должен причем чаще всего добывая ситуация когда слово должен идет от кого-то там ты должен сделать это от начальника например ну если вам это вне в кайф если вам все это не нравится но в конце концов знаете как я всегда говорила мы не растение с постоянными вот корнем когда посадили там и сидим мы люди и мы можем поменять какие-то условия которые нас не устраивают и если вы делаете свою работу вот через должен и через негатив но так поменяйте вы свою работу и я знаю что мне часто говорят люди ой ну как и поменяю сейчас безработица вы знаете безработица она всегда существовала но при этом всегда люди находили для себя максимально хорошие и выгодные условия то есть главное делать знаете говорить безработица и еще что-то это называется просто находить себе оправдание продолжать жаловаться я же из того формата людей кто вместо того чтобы жаловаться лучше начнет действовать лучше начнет искать новые способы новые места новые стратегии своего продвижения но при этом делать это все через свое желание через удовольствие и вы сами заметите как может поменяться ваша жизнь и вот второй момент надо должен порой бывает вот это самое вообще для меня немножечко непонятное хотя я это принимаю потому что я сама через это проходила это сейчас для меня не совсем понятное это когда вы делаете то что вы должны но не потому что вам это кто-то говорит а потому что вас сидят какие-то старые убеждения которые не дают вам спокойно расслабиться спокойно жить эти какие вот у нас старые убеждения например что женщина обязана вести домашнее хозяйство убирать готовить за всеми за всеми следить это старая наша установка женщина такой же человек как и мужчина как и ребенок да и не надо разделять вот это все если вам в удовольствие вести домашнее хозяйство это прекрасно видите но если вам от этого плохо на сегодняшний день мы живем в то время когда есть огромное количество способов избавить себя от той рутины которая съедает всю вашу энергию и я к примеру привела домашнее хозяйство и вот эти вот установки да что женщина вот она должна знаете самое интересное что мы перенесли эту установку с прошлой с прошлой жизни как бы я сказала с прошлого но нюанс был в том что эта установка она касалась тех женщин которые не ходили на работу понимаете то есть мужчина должен был ходить на работу обеспечивать а в это время женщина должна была заниматься домашним хозяйством и это считались двумя полноценными равными работами у мужчины такая у женщины такая после чего женщина стала работать наравне с мужчиной на сегодняшний день но в голове эта установка не поменялась она осталась такого же вот такого же правила да то есть мужчина считает что ему достаточно не все поэтому мужчина кто меня смотрит не всех касается но но чаще всего в наших странах постсоветского пространства мужчина считает что ему достаточно только ходить на работу а женщина и на работу ходит и у нее вот эта установка домашнего хозяйства она должна и она сама себя выматывает этим она вроде не хочет это делать вроде она хочет что-то другое сделать но у нее сидит надо ведь всегда так было ведь нам так говорили наши про бабушки там про 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 так было так вот времена меняются и все эти установки тоже должны меняться они должны подстраиваться под те условия жизни которых мы сегодня находимся это я к вам еще раз скажу к примеру до рассказала именно про домашнее хозяйство есть абсолютно много других убеждений установок которые мы сами себе загнали в голову и они нам мешают расслабиться и действительно делать именно то что мы хотим поэтому старайтесь как-то вот осознавать когда вы что-то делаете когда вы сильно устаете остановитесь и задайте себе вопрос а вы действительно хотели это делать а вас действительно это наполняет а для вас это важно вот лично для вас и что будет если вы не будете это делать откуда к вам пришла вот эта установка что вы должны это делать все я вас очень сильно люблю пошла дальше к своим телеграм-канал сегодня пока для телеграм-канал а я все отсняла смонтировала выгрузила пусть сейчас девочки и мальчик пока один изучают я наконец-то таки сяду и займусь вот своей вот этой работой сейчас буду шлифовать как я вам говорила я влажным методом шлифую я вам уже показывала по моему эти подносики или не показывала смотрите какие они классные получились но они еще без шлифовки поэтому есть еще нюансы в общем отшлифую вот у меня две девочки и вот такое количество подсвечников то есть тоже сейчас все буду шлифовать вот этот мне очень нравится как получился здесь видите и блесточки и и вот такие разводы в общем балдею и уже когда отшлифую начну покрывать лаком после покрытия лаком все эти подсвечники в этих кашпо я уже буду заливать свечи у меня там лежит еще четыре уже готовых по моему несколько еще подносиков уже готовых но которые тоже ждут своего часа именно для покрытия лаком сначала решила все 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 отшлифовать так что сегодня до конца дня я уже буду этим заниматься ну и одновременно конечно же общаться в телеграм-канале если будут писать сообщение вот мы продолжаем подготовку к 8 марта давайте сейчас камеру перевернуть чуть-чуть с вами лицом поговорю продолжаем подготовку к 8 марта пока она у нас такая знаете теоретическая именно как как выстроить процессы да что надо делать шаг за шагом вот мы сейчас проходим пошаговый план действий подготовки к сложным рабочим дням это не обязательно 8 марта после на примере 8 марта это очень классно можно расписать а вообще это касается любой жизненной ситуации когда вам необходимо что-то сделать что-то важное да какое-то у вас мероприятие например вас ждет или какая-то работа а вот то есть как к ней подготовиться как грамотно все разложить по полочкам как вообще войти в эту работу ну и в дальнейшем как и и провести максимально результативно так что постепенно я вот сейчас телеграм-канале и подвожу вот к этому пошаговому плану действий потому что смотрите опять же вы должны понимать что у всех бизнес разный да ну я понимаю да у меня собрались все люди которых объединяет цветы и флористика но я имею ввиду даже цветочный бизнес он разный потому что у каждого свой целевой клиент у кого-то на один товар приходит да на один вид цветка у кого-то на другой у кого-то большие люди приходят например за классическим более дешевым ассортиментом у кого-то наоборот максимально дорогие какие-то эффектные букеты только продаются это разная целевая аудитория почему она такая в каждом отдельном случае я думаю что мы тоже об этом телеграм-канале поговорим уже после восьмого марта но одновременно с этим вы должны тоже понимать что до шаги у нас вроде бы одинаковые но они будут корректироваться зависимости от того у кого какая целевая аудитория если например одному человеку важно будет сделать акцент как я уже сказала на более дешевом цветке но при этом сделать все качественно чтобы просто не сойти с ума за время работы цветочном то у другого будет акцент на большие букеты и тоже надо заранее продумать какое количество их сделать какие или делать это при клиенте то есть какие тогда цветы должны быть чтобы хватило на все эти букеты это тоже все надо оговорить прописать просчитать заранее вот эти мы сейчас и будем заниматься и уже плавно начиная вот этих бизнес-процессов мы плавно будем вливаться непосредственно в процессы флористические очень большая ошибка многих людей многие считают что самое главное это флористика вот на первое место ставят до флористику букеты срочно покажите как сделать красивый букет но не понимает что флористика это уже последствия вашего вот основной вашей бизнес работы подготовки системы понимаете то есть без вот этого ну смысл от вашей флористики вообще по нулям да то есть если вы чисто акцент делаете на флористику но у вас нет вот этой системы системы подготовки вообще системы вашего бизнеса но ну ну и делайте дальше а потом не жалуйте что вы устали что вы вымотались что у вас ничего не получается ли к вам идет не такой клиент как вы хотите или там прибыль не такая как вы просчитывали изначально это все все от нехватки знаний непосредственно по бизнесу потому что сначала мы изучаем законы бизнеса систему эту всю анализ планирование из чего состоит этот бизнес как вообще к нему подойти с какой стороны да как с ним подружиться и уже потом только потом мы выбираем то ремесло благодаря которому наш бизнес будет возможен то есть ремесло это я имею виду товару или услугу потому что честно говоря даже в это же телеграм-канал могут прийти люди которые не цветами занимаются а например ручную работу делаю вот как я сейчас да линейка там у меня свечи вот эти подносики и тому подобное ну то есть просто вы меняете когда я говорю о цветах вы в это время подставляете свой товар и логично вы начинаете думать а у меня клиент такой у меня такая целевая аудитория значит мне вот такое развитие надо делать ну то есть это уже последствия это уже потом ваше ремесло и то насколько вы классный специалист флорист или ремесленник или там декоратор или парикмахер стилист уже это второе когда вы занимаетесь бизнесом в первую очередь вы должны знать все эти законы в общем вот так плавно мы в телеграм-канале идем то есть мы начинаем самого основного с этой бизнес системы узнавания что же такое законы бизнеса правила бизнеса как работать правильно в бизнесе потому что бывает бизнес до отношения а бывает как я говорю шарлатанство вот так вот мне бы хотелось чтобы люди которые со мной и которые получают от меня знания все-таки были бизнесменами бизнес-леди а не шарлатанами вот а вы сами решайте кто вы на сегодняшний день вы шарлатан или вы человек бизнеса но опять же если у вас нету знаний по основам по теории бизнеса то к сожалению вы шарлатан но вот так ну потому что это надо и изучать это само собой не приходит это обучение вот это обучение это серьезная глубокая работа и такая хорошая проработка что вам сказать пойду сбегаю в магазин покушать тебе куплю и буду тогда заниматься вот своей другой деятельность от которой я получаю максимальное удовольствие также как сейчас я телеграм-канал и смотрите у меня даже энергии хватает вот на всегда мой самый работающий способ привлечения клиента в общем и если у вас вдруг мало людей к вам идет то есть определенные хитрые способы как их быстро зазвать первое это конечно же начать кушать что-то очень очень вкусно пахнущие либо наоборот пахнущие как-то странно например там луком чесноком и другими какими-то такими запахами которых в принципе как бы не должно быть цветочном вот работает на такой запах всегда приходит покупатель второй пункт это начинать мыть полы как только вы идеально вымойте полы к вам обязательно зайдут люди именно в тот момент пока они не высохли и третье правило как привлечь клиентов займите свой рабочий стол каким-либо другим делом то есть не цветами не букетиками а вот как я пока я тут все заняла то есть соответственно у меня нет возможности особо крутить букет и упаковывать букеты ко мне сразу пошли люди и людям сразу необходимы были букеты и упаковка и мне приходилось делать это все в воздухе проявляя чудеса флористического искусства и мастерства но знаете в такой момент обычно люди как раз таки и испытывают какое-то особое уважение ко мне к вам до нашей профессии когда вот ну можно же было конечно все убрать но его здесь много она тяжелая понимаете я не хочу убирать я могу и в воздухе собрать букеты в воздухе паковать но у меня в принципе и получилось люди ушли довольны и благодарны и сказали что обязательно ко мне еще вернуться вот так все ладно работаем ну что отвертка в руках это значит что надо выключать свет в холодильнике но я так как совсем мелкая то я не допрыгиваю поэтому делаю это все вместе с отверткой ладно пока постою еще пока чтобы красиво свет падал в общем кто молодец правильно я молодец и вы тоже все молодцы я сегодня все 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 вот как запланировала так и выполнила я очень довольна своей продуктивностью ну во первых я поработала за компьютером поработала со своим магазином именно вот по теме бухгалтерии документации и тому подобное потом я много всего сегодня сделала для телеграм-канала потом у меня были отличные сегодня покупатели и я также поработала в магазине уже в качестве консультанта и флориста полностью закончила шлифовать все свои изделия из гипса помыла их и они там остались на работе сушиться завтра уже буду покрывать их лаком также снимала для вас видео на youtube и что еще я сделала и еще я съездила за я на и она была у мамы приехала домой и запустила посудомойку и уже даже поужинала в общем супер день максимально продуктивный я сейчас буду уже отдыхать чуть-чуть правда помонтируйте кусочки видео чтобы завтра вам с утра их выгрузить ну и очень буду рада вашим комментариям вашим лайком возможно у вас еще есть какие-то вопросы что-то вам показать рассказать но опять же как я и решила все что касается флористики теперь будет в телеграм-канале вы уже на ютубе да будете видеть ну возможно результаты то есть когда этом какие-то букетики воду снимать теперь максимально мастер-класс рассказ про букета это будет вот в этом телеграм-канале который сейчас у нас который месяц будет длиться а уже вам буду показывать просто готовые чтобы вы видели что я там показываю ну по крайней мере для тех кому любопытно но кому при этом не хочется заходить в канал ну в общем вот удовлетворю ваше любопытство потому что сейчас пока у нас водные темы идут такие бизнес темы и мы постепенно из них уже будем выходить в непосредственно в ремесло в товар в услугу да то есть какой товар какой у нас ремесло как его интересно преподносить как его лучше упаковать где брать идеи что такое тренды и вообще как их искать как за ними следить как предложить покупателю вот это уже все будет там то есть вот вся такая полезная информация я решила будет там ну по крайне мере в этом канале который будет длиться месяц а дальше поживем увидим этот канал повторяться не будет я уже сказала то есть та информация останется только для тех кто войдет в этот канал а поживем увидим как будет очень посмотрим буду смотреть по результатам своих девчонок и мальчишки насколько им все будет понятно насколько они смогут внедрить это все в свою жизнь и какие у них будут результаты исходя из этого я конечно же и буду уже тогда понимать вообще как мне дальше быть вот с темой флористики все я вас очень люблю жду лайки комментарии подписывайтесь если вы еще не подписаны все с вами была оля